здравствуйте я под объявление увидел дед мороз и снегурочка надо а скажите пожалуйста это самое там как забронировать да и вообще вас много работ сейчас работа просто я хочу своему сыну вот праздник устроить понимаете вот хотелось бы все это обсудить с вами как это все организовать давайте а на кое на какую дату вы хотели бы я хотел бы ну 30 30 либо 31 вот хорошо давайте тогда сколько лет мальчику это 13 13 лет ему 13 лет у нас есть программа 30 минут идет до включает она включает себя конкурсы в общем всякую развлекательную программу то есть там сначала торжественная часть приходит мороз поздравляют с новым годом там может стихотворение зачитывает потом мы проводим всякие конкурсы снегурочка идет морозом вот и торжественное обручение подарка сейчас многие увлекаются дети тиктока мы можем проводить также тикток съемку то есть какие новогодние такого плана хорошо это такой тикток я просто не совсем вот в этом ну это съемка такая там есть новогодние всякие песни вот мы иногда снимаем такие тиктоки детьми видео да какой то да туда да новогодние вот но это как бы по желанию вот так что всю программу если вам интересно вы готовы нас заказать как бы на этот день то мы прописываем вам всю программу присылаем потом фото там за два дня костюмов программу в общем все вот это да но это очень меня радует да вот так же есть 15 минут 10 это просто как бы приходит мороз со снегурочкой торжественная часть не побольше вот программа чтобы нормально так хорошая максимально да ну вот тогда это нужно там всякие конкурсы что было интересно извлекать вот да это 30 минут я думаю 30 а сколько вот стоить будет и как заранее забронировать да давайте тогда сейчас я по ценам секунду не слышу алёна смотрите все зависит от дня допустим если 31 это цена дороже так как и действует новогодний тариф и там определенное время разная цена вот вам нужно определиться с датой допустим 30 31 там на 9 вечера алло да я прошу прощения чуть связь порвалась у нас и что там по цене у нас там у нас просто так получается что как раз у нас уже стоит тут запись с восьми до полдевятого ну как бы чтобы добраться я понял нет вы скажите какое время вам тогда удобно мне в любое время в принципе 31 когда свободно желательно было бы допустим ну смотрите там также по цене у нас отличается как бы допустим вот сейчас вам прочитаю если 31 до 16 00 то это 1400 гривен 30 минут если до 19 00 то это 1800 вот и как бы каждое ну вот каждое время потом до 23 это 1900 и так далее то есть ну смотрите как вам лучше по цене будет дешевле наверное до 4 да я согласен слушайте вас а вот как зовут вообще я прошу прощения меня зовут виктория виктория вы меня уже простите вот не сочтите вот можно я вот сыну дам прям пару слов просто скажите вы тетя снегурочка вот и будете с ним увидеться вот он очень обрадоваться можно да давай здравствуйте привет здравствуйте вы снегурочка да и снегурочка я приду к тебе новогоднюю ночь можно будет подрочить на тебя писюн договоры здравствуйте я по объявлению дед мороз на данное объявление да скажите там это самое когда можно пригласить вас на мероприятие ну вы смотрели да там расписаны когда эти 31 1 я хочу 31 именно с 23 до 24 прямо виталий да вы без него рачки да да так виталик ты давай быстренько удаляем для объявления потому что я главный дед мороз я главный дед мороз херсона я я главный конкуренция меня на конкуренции я главный дед мороз херсона я главный дед мороз украины я по всей украины был ездить 31 числа я дед мороз пойми не правильно все закрываем объявление убежал удаляйся здесь значит я дед мороз потерпеть не могу как другие деда морозы я один единственный дед мороз украины я сама быстро я удаляю объявление ну-ка катайся пожалуйста слышишь ты что обойдешь всех детей в этот день конечно я буду всех обманить кого я буду днем и ночью спать не буду буду ходить по детям значит два дарки дарить я настоящий дед мороз понятно у меня есть олени телега есть с лошадями оленями есть у тебя нету понял ты шарлатан это мой бизнес ты мой хлеб за воруешь зараза я дед мороз ты всего лишь аматор пойми меня правильно ты аниматор а я дед мороз я настоящий дед мороз я самый настораженный у меня дети все и все дети украины меня знают я подарки всем дарю понятно не слышу ты самозванец ты мой хлеб за забираешь пенсионера ты самозванец шарлатан а я дед мороз пойми меня правильно извините извиняйся здравствуйте здравствуйте я по поводу ящерицы продается ящерица да да конечно как она вообще нормально себя чувствует то есть все в порядке с конец конечно здоровый все нормально все хорошо это дети просто нагулялись и уже не хотят уже ничего них уже другие там питомцы но она высада да это шахсалота ну и и на самом деле можно брать в руки даже ненадолго то есть как бы ну она как бы ручная и детям если дети там не совсем маленькие то лучше не давать в руки маленьким совсем база давят а так в принципе экзотическое животное но во всем мире только в мексике находится и все больше нигде нету ясненько но она так не буйная ничего нормально не брыгается но это ж такая она она практически все время на одном месте находится ну потому что во первых она живет сама вот содержать ее очень просто потому что то там просто идут такие таблеточки ну как сомиков кормить бросаете и как бы в основном она хватает корм на лету но я на лету не поймала то внизу аквариума просто расчистить надо место и там кидать она это таблетки потом подымает но я понял но я понял ну а как она вообще в плане секса хоть себя зарекомендовала животинка в плане чего плане секса я пенсионер поймите меня правильно это вообще-то ящерица это такое животное вот так я и хочу мятная жена ручная была тоже я не прыгался я просто мне она понравилась красивая сексуальная понятно ну значит она не вам не понравится она на месте так она мне жена на месте бену брода нравится чтобы она лежала не дергалась когда можно подъехать вам не подойдет это ящерица так что вряд ли вряд ли вряд ли она заинтересует я попробую а там уже видно будет прям на месте так сказать приеду попробуется не подойдет не буду брать до аварийность да 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 и